Души Асалода. Трудно придумать более говорящее название для столь незатейливых и в то же время прекрасных своей простоте и чистоте работ из природного материала, а также лесной пластики. Но самое примечательное это, конечно же, авторство. Зная, что все эти причудливые коряги, украшения из желуди, орехов и ягод, помнит тепло рук народной артистки БССР и СССР легенды белорусской сцены Стефани Станютой, на экспозицию смотришь совсем другими глазами. Тяга к творчеству у великой актрисы передалась от отца художника, однако работы Стефании Михайловны вовсе не претендуют на профессионализм. Они хороши сами по себе. Понимающий человек определит это с первого взгляда и обязательно оценит по достоинству. Человек, который умеет увидеть прекрасное, почувствовать тепло, почувствовать, так скажем, талант, творчество, да, конечно же, он оценит это, потому что вот этот вид творчества, он был популярен лет 20-30 назад, именно скульптуры из вот этих деревянных форм, так скажем. Сейчас это не столь популярно, очень много других техники, направлений, поэтому это наоборот какая-то такая изюминка, редкость. Такое, как бы сейчас, такое встретишь нечасто. Стефания Станюта была почетным членом Минского клуба «Природа и фантазия», который открыл множество самобытных авторов и благодаря мобильности которого на протяжении вот уже 48 лет у жителей Беларуси есть прекрасная возможность знакомиться с их творчеством, не посещая столицу. С Олигарчан экспозиция «Души Асалода» будет радовать все лето, а затем, по задумке организаторов, переместится в Старобинскую среднюю школу, где размещен музей еще одной великой белорусской актрисы Галины Макаровой, давней и самой близкой подруги Стефании Станютой. Так что не теряйте возможность узнать что-то новое о знаменитых земляках, получив при этом истинное удовольствие.